Пламенный час Икс ждали на кольце автовокзала. Олимпийский огонь стартовал в Иванове в 17 часов. До наступления исторического момента все успели изрядно поволноваться. В Текстильной губернии повезло с погодой. Вечер выдался ясным и по-осеннему прохладным. Я думаю, что маршрут максимально оптимальный. Он позволит нам выполнить задачу прохождения Олимпийского огня практически по всему нашему областному центру и минимизировать те неудобства жителям, которые, конечно, неизбежно будут при этом присутствовать. Несмотря на усилия организаторов, ивановцы успели застрять в пробках. На особым положении этот день был лишь один автомобиль – «Волга» 1973 года выпуска. Сегодня эта машина – настоящая легенда. Эта машина навсегда войдет в историю, как автомобиль, который участвовал в двух, друзья, Олимпиадах с интервалом в 34 года. Страшно представить. Именно эта машина навсегда войдет в историю Олимпийского движения. Да что там «Волга»? Есть в Иванове и свои свидетели Олимпиады 80. Помним. Я в это время была как раз в Москве. И часть видела ее. А сегодня пришла для того, чтобы просто встретить, поскольку бывшая спортсменка. И очень хотела встретить. Чтобы увидеть Олимпийский огонь своими глазами, горожане выстраивались вдоль маршрута эстафеты. Говорят, такое бывает только раз в жизни. В ожидании, ожидании чуда. Увидим первый раз факел Олимпийский. Это, наверное, интересно. Ни разу этого не видели. Я хочу увидеть Олимпийский факел. И желаю им самого лучшего. И вот он, долгожданный момент. Кортеж с факелоносцами и лампадой прибыл к месту. Первой пронести огонь выпала честь Марии Сизяковой. Ей 77 лет, и она самый старший эстафакелоносцев. Участница летних Олимпийских игр 1964 года. Я была на Олимпийских играх в Японии. Это, так сказать, еще раз прикоснуться к этому огню дружбы, любви и труда. Вообще в жизни могли подумать, что вот такая... Не могла. Но вообще-то случилось. Ну что ж, дорогие друзья, и сейчас самый волнительный момент. Под ваши аплодисменты мы зажигаем факел Олимпиады. Первый факел зажгли от лампады. И наша спортсменка отправилась по маршруту, озаряя олимпийским светом улицы Текстильного города. На Шереметьевском проспекте Олимпийский огонь встречали концертные программы. У химбанки толпу зажигали студенты ивановских вузов. Они же приветствовали праздничную процессию воздушными шарами. Начиналось меркаться, но, несмотря на холод и многочасовое ожидание, горожане с улыбкой встречали олимпийскую процессию. Почетного права нести огонь в районе медакадемии был удостоен Николай Шарин, мастер спорта по русскому пауэрлифтингу. Как только факел носит занял исходную позицию, его обступила любопытная толпа. Счастливчики даже успели сделать фото на память до того момента, как увидился олимпийский огонь. Дальше отходим. 200 метров олимпийской эстафеты Николай преодолел с легкостью. Зрители изо всех сил поддерживали и подбадривали спортсмена. Для Николая этот день стал незабываемым. Поцелуй огня – настоящий романтик олимпийской эстафеты. Когда один факел касается другого, его вспыхивают, сердца зрителей замирают.